Всем привет, с вами Конор, и сегодня со мной Влад. Всем привет, на связи начальник метрополитена города Днепра. Короче, ребят, сегодня у нас будет замечательный обзор, естественно, в Гаррисмоде, в игре Гаррисмод, на Доне Метрострой, на сервере Метрострой ФС-2. Правильно, ну, как я сказал, там сербак. Правильно, правильно. Короче, на втором сервере Метрострой ФС будем обзоревать на карте Днепра, которая находится в Украине. Ну, и на них прокатимся на таких двух составах, как 8171718 ТИСУ. Да, вот эти метровагоны, точнее, да, как правильно сказал, метровагоны, которые ездят, ну, наверное, до сих пор в Харькове и в Ташкенте. Или где-нибудь там. Да. Ну, вроде я сказал, правильно, ну, в Ташкенте. Да, да, правильно, правильно. Ну, только в Харькове там похожа такая краска, но чуть-чуть, конечно, синяя такая. И, ну, вот эти вот, типа, такие палочки, вот эта вот краска, вот то, что там, ну, на дверях немножко было другого, ну, такого тоже желтого цвета, но чуть-чуть поярче. Ну, не сильно ярко и все. Ну, а так, я думаю, что киевская краска, киевская краска для этого метровагона все-таки больше всего годится она. Именно для этой карты. Потому что все-таки Украина, как бы сказать, и все это. Да, любители украинцы сразу это, как сказать, разлюбят, точнее говоря, полюбят эту карту, потому что, ну, многие живут в Днепре или где-то еще. Поэтому, дорогие украинцы, точнее, товарищи украинцы, вот для вас и обзорчик. И покатушки по удаленке на этих двух составах. Так, и мне теперь надо этот удочку свою прицепить к заднему вагону. Вот куда-нибудь сюда. Так, как же ее изматывает? Изматывает. Она тут немного богована. Я уже заметил. Вот, все. Прицепил. Кстати, для тех, кто не знал, ТИСУ расшифровывается как тиристорно-импульсная система управления. Тиристорно-импульсное... Тиристорно-импульсное управление. А, да-да-да, забыл. Все. И здесь я включил этот... Ну, как сказать... Реверс перевел фил вперед. Встал реверс... Реверсивку и все. Так, теперь что остается, надо... Что остается еще сделать кое-что. Это, естественно, включить питание. Ты только, там, особо-то далеко не уезжай. Меня надо еще до конца завести. А то сейчас уедешь так и... Все. А, стоп, я забыл кое-что. Или нет, все. Вроде все нормально. Да, кстати, ребят, тут информатор, как говорится, не работает. Херово. Да, вот мне очень нравится, как он трогается. Вот этот вот данный метровагон. Так, у меня сигнал абсолютной остановки. Перед светофором едем. Такое ощущение, что у меня тока нету. А, у меня желудочка отлетела. Ё-моё. Почему у меня он не едет? Блин, я, короче, улочка отлетела. А, сейчас подцеплю его. Бедная улочка. Сука. Плачу, попробую с помощью этого подцепить. Вот, я скоро пойду на метростровый фасранк. Что это у нас? Блин. Вот, в натуре, вот, пацаны, блин, вы понимаете, вот тут вот удочка, не хочет никак вот нормально прицепляться и все. Поэтому, с вашему, как бы сказать, с вашим позволением, я, пожалуй, его немножко подергаю. Потому что, а то иначе, никак не получается на нем выехать. А там гравити ганом-то пробовал? Да, я гравити граном пробовал, ни хрена мне там не получается. Ну, так, да, физ ганом-двиги. Ну, я просто подвинул его физ ганом, да и все. Не знаю, у меня все поставило. Так. Так, потихонечку, так вот, выезжаем на нем. Так, что у меня тут надо поставить, естественно, это... Стоп. Вроде, это должен быть включен, как вот там. А, стой, 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 я тебе стрелки там не уберу. Давай. Так, вентиляция. Так, где у нас там еще это? Короче, была мини-пауза, потому что, как сказать, ну... Нарушили твой покой. Да. Иногда бывает, что у меня могут нарушить мой покой. Все, стой, я тебе стрелку. Особенно тогда, когда это не надо, блин, и все. И не вовремя. Ну, это, наверное, у всех такая херня бывает. Кстати, у меня, кстати, есть вот эта вот, типа, линия... Днипр, Днипр. А, кстати, вот... На самом-то на этой карте только третий, на второй раз игра. А, получается, у нас направление станции это вокзальная, да? Короче, я, я, короче, на информации я выбрал этот, ну, первое... А он все равно не будет работать. А, все равно. Там уже написано, блок из снявки, я его запробовал, не работает. Так, место машиниста. Нет, кстати, ребята, так, салон, ну, тут прикольно так выглядит. А еще, в отличие именно от номерного, тут у нас есть вентиляция. Ну, хорошая, нормальная вентиляция. Хотел сказать, в отличие от ручки? Не, а в отличие... Вентиляции почти нету. А, в ручке что, нету вентиляции, что ли? Ну, есть, но она почти, ну, она очень слабая. Настолько, что ее почти нету. Короче, тут этот надо врубать вообще этот, как вот, дешифратор. А, дешифратор? Там 26. Ну, он вверх, короче, должен быть. Не, вот у меня вот прибор, вот это все, как сказать, тут все-таки включено. Ну, я только не пойму, включен ли у меня дешифратор или нет. Ну, посмотри, если он вверх, то... Да. Не, у меня тут есть этот... АРС... АРСР. Вот эта вот система. Ну, там дешифратор сзади. Ну, вот на этой задней, помню, которую я тебе, наверное, кадром показываю. Давайте я вам переключу, правильно? Ну... Все, у меня включен, да? Да, да. Блин, знаешь, вот мне не нравится его музыка, когда он так начинает трогаться, так, да? Да. Вот эта вот прикольная хрень. Хотя я про него пытался делать обзор, про этот тесу. Но... Я когда стал доезжать, вроде там, до середины, как бы сказать, рейса... Как вам объяснить, ребят? Ну... Он у меня... Заглох. Он не хотел у меня ехать, и все. Так, мне со станции отправляться, нет? Да, отправляйся. Я уже подъехал уже к этому сигналу. К сигналу... Е1... П... Я тебе там все стрелки отклю. А... РК3. Или ПК3. ПК3. Езжай, там у тебя все открыто. Ча, мне пока красный горит. Как я поеду? Ну, вот, что там стрелки? Ча, мне только надо еще предупредить, что, людей. А, внимание. Открываю стрелку Е1, ПВ3 или как там? А, ПК3. Сейчас, теперь надо водить СОПН. Вот эту вот злочастную... Злокачественную эту вот... Команду, ё-моё, открывание стрелок. Е1... ПК3. О, все. Поехали, как говорится. Ты уж там, где едешь. Я... Ну, уже пребываю на следующей станции. И какой у нас сейчас интервал должен быть? Интервал? Ну, две минуты можно назвать. Че, станции, что ли, такие короткие, я не понимаю? Или расстояние между ними короткое? Расстояние между ними короткое. Неужели-то в... В Днепре, неужели у них такая ерунда? С киневистанцами. А чтоб ты понимал, в Днепре... Там можно поговорить с диспетчером, машиницу. Если я не сплюсь. А там интервалы... Больше десяти минут. И там стоянки на станции больше трех минут. Хорошая метро, да? Идеальнейшее метро. Интервал 10 минут, ёпта. Это, знаешь, это, это, это то же самое, ждать именно этот, какую-нибудь мою, не знаю, какой-нибудь автобус там у меня в городе, или же, или же, как сказать, маршрутку целую, блин. Все, я уже на следующей станции. А я только прибыл на станцию... Покронщинской, короче... Покровськая. Покровськая. Ну, покровськая его. Аж язык сломаешь, блин. Не забывай, что на Тиссу на любой скорости собирается схема. Идеально становился. И дверь. Ну, конечно, во что схема собирается. Ну, и Сташ, ну... Сташ Митрова сделан умными людьми. О, HTM такой. А у меня, кстати, информатор работает. Работает? Да. А, ну, мне тоже вырубился. Ну, у меня он, у меня вообще правильно настроенный информатор. А вот тут я не знаю. Давай, скажешь, короче, когда-то на эту станцию, у меня видишь. Следующее. На следующую? Я к тебе топнусь. Вот, вы правильно. То раз все непонятно, то работает он, то не работает. Ёпта. Оказывается, он работает. У меня вот это не работает. Ну, в дупо просто показалось, что блок неактивен. Но он работает. Ну, так и казалось бы. Не, вот, кстати, вот почему-то наши номерные, почему-то сделаны так, что на них надо умеет собирать схемы. А вот Тесу прям сделаны... Просто номерные сами... Так Тесу сделаны в 2000. Ну, точнее, в 90-х, там. Ну, самое первое в 94-х был, а последнее в 2006-м, я считаю, все. Ну, они просто метро, блин, более умные, чем, к примеру, обычные эти номерные. А номерные, они просто старые, ну, там схемы старые. Вот, но в Болгарии, там номерные модернизировали, в общем, и поставили новые схемы. Вот, там как на Тесу вообще они собираются. Так же близко. Я, вот, я не писаю, вот, как можно, вот, вот, на Тесу как-то профилонить санкцию. Даже... В личном опыте, я говорю, что можно. Правильно мною. Так, ну я уже на третью станцию прибываю. Ну их тут не так много, я думаю, мы в две стороны скатаемся. Короче, я сейчас, я сейчас на станции Проспект Свободи. Понял. А я на Заводской. Сейчас остановлюсь и к тебе. Так, Соб, у меня там, получается, на информаторе... У меня... А, Покровсика. А первая станция у нас, Депо, это Покровсика. Да? С Депо, да, Покровсика. Да-да-да-да-да-да-да, правильно, 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 правильно. Правильно, все. У меня там все правильно настроено. Хочешь сам убедить. Да, ребят, идеальнейшая проверка информаторов. А, ой, все, езжай. Да, я с этой дверь... Я, если че, забуду дверь еще открыть. Ну ладно. Доборежные двери зачиняются. Эээ... Извините за мое произношение, я буду... Именно... Подожди, именно... Доборежно двери закрываются. Не, поборежно, поборежно. А, поборежно. Поборежно двери зачиняются. А, двери зачиняются, еб, да как, блядь. Вот просто я не понимаю этот язык, блядь, просто... Почему именно, именно, их не двери зачиняются, блядь? Ну, а китайцы не понимают наш язык, ну что? А? Ну, а китайцы наш язык не понимают. Ну, китайцы, у них, понимаешь, у них там одни иероглифы, ёпта, и всё. Там-то вообще хер поймёшь, там что-нибудь там вообще напишут. Не, ну, кстати, украинский так можно ещё понять, язык он такой, что-то близко к России. Я не обсираю вас, товарищи украинцы. Я считаю, что ваш язык ещё нормальный, это ещё цветочки. Ну, хотя, кстати, в самой Украине там много русскоговорящих. А там почти никто не говорит на украинском, потому что даже вроде язык есть, нельзя вообще в местах на русском говорить. А, но всё равно говорят на русском. Как говорится, народу всё равно, им нравится русский язык и всё, и они говорят на русском языке. Ну да, в принципе, ты их не выбор. Ну, что изначально, изначально в истории России, ну, когда Русь ещё была, вся часть Украины входила, ну, Грусь. А там говорили на старославянском языке, который сейчас является русским. Поэтому, как бы, считаю, что они русскоговорящие, но у них каким-то образом появился свой язык украинский. Вообще, они, по сути, и русскоговорящие. Ну, знаешь, это, сказать, это, наверное, пропаганда, наверное, власти и всё такое, как это у нас в стране. Хотя, не будем сильно так углубляться в эту политику, потому что, а то иначе, весь канал-то, он создан не для политики и всё такое. А то, иначе, сейчас вот найдутся там эти комментаторы даже на маленьком канале и будут нахер там где-то ставить. Типово, блядь, обсуждайте то, что не нужно. Это где я сейчас? Заводка. А, 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 а заводская. А я с металлургов отправился. Охренеть, блин. Вот настолько вот, что... Я на этой карте второй раз только. А, второй раз уже? Ну, она, в принципе, неплохая. Кстати, вот, зато хотя бы, тут мои три вагона хотя бы ходят. Даже если я не доезжая до рейки. А, ты мои, четыре тоже ходят. Вообще, по сути, тут даже пять и шесть, блядь, хочу постараться. Так, вообще, не шо, шо тут вот информатор такой стоит, такой древний еще. Не, в Днепре именно такой информатор. Я слушаю записи, короче. Там реально, ну, прям, кто-то, что-то. А, прям такие инфор... Прям такой информатор, шо-ли, так стоит? Да, да, прям такой. Я не то, что прям вахну, блядь. Ну, просто, вот, я в шоке, шо, у них такие информаторы. Да, у нас тут политика такая, транспортная, ребята, и все. Мы, чисто говорим, по транспорту. В Москве еще, вот, недавно открыли восточный вокзал, на который переведут поезда с пустой. Ну, типа, я считаю, это провалом собяния. Ну, зачем? Зачем он будет, если есть пустой? Ну, видишь, блядь, как-то... Да еще, кстати, вот, проезды, когда вот у меня вот в городе подняли цен на проезд, честно, я был в шоке, вот, когда опять подняли проезд на, ну, на этот, ну, цен на проезд до 25 рублей. 25? Да. Очень мало. Ну, знаешь, для нас... Ну, для нас, для тульков, это до хрена. Ну, для нас, для москвичей, это гроши. Ну, что сказать, сравнивать, как сказать, Москву и Тулу, это, что странно, это, как бы, это небо и земля. Все это, я, короче... И все-таки в Туле, как бы, люди, они более, ясно, ты богатый, как сказать? Я вот недавно приехал с Коломны, да, и там, короче, полгода, ну, Коломна, Галутвин объехал за 70 рублей, но... Да, все такое... Так... Так, я отправил с другой станции... Ой, затормозил... Я отправился с метростроителей... Металлургелей... Да, мне только чуть-чуть, верно, конечно, мне вышло, чуть-чуть за забор, ну, ничего, пролезут. Я с метростроителей отправился на все еще... А я, короче, на станции, сейчас я скажу, на станции металлургев. А я с метростроителей отправился. А, у них, кстати, тоже, что ли, метростроители есть такая станция? Да. Иде... Идеально. Так, у меня же, вроде бы, без знак 70... Частота. А, вот. Мне вот очень нравится ход именно самого этого ТИСУ. И вообще этих метро... Он просто более плавный. Ну, да, в разы плавнее, чем этот обычный номерной. Ну, его просто двигатели так делают. Он, видите, просто так резко... Номерной физически не мог. Да и, кстати, мозги у ТИСУ более... Ну, более продуманные. Это нормально, что у меня знак 0,65? Берите. Это как? 0,60 у меня ограничено. 0 и 60. Вот, кстати, почему-то... Почему-то тоннели Москвы и тоннели... Днепра или Киева... Они вообще ничем не отличаются. Потому что у метростроя нету других... Хм... Парочка... Не, а вообще, в реальности они вообще ничем не отличаются, ёпта. Не, отличаются, конечно. А? Откли... Отличаются. Ой. Охренеть. Т says, Ой,Silence... У меня вообще не... Хыхыхыхыхых. Так, всё... Я наконец-то привыклю. Господи, чувак. Влад. Да И ты просто телепортнись ко мне, и ты увидишь весь трэш. 1 Сейчас. Ты просто посмотри Бли на это. Мммм... Ммм... Сколько ехал, у меня вопрос- я не я не за он ехал ну довольно так небыстро я сбавлял я сбавлял на нем постепенно блин ща погоди не трогай не трогай его надо до станции не лучше вообще не катить господи да ребят не такая у нас ладно такая 3 такая 3 решительно бывает иногда ща его на станцию да аж аж вот приходится так вот его докатывать на ребят хотя обычно как вы вы знаете меня в обзорах не бой такого чтобы у меня метро так слетел средств тем более во время пути так просто просто не трогай с помощью команды секретная команда про это сделала змеи возможно ща погоди так 1 стражу ставил так 3 поставил все мощки да великой трешатина на канале конор просто идеально а тут еще и еще не тисус отъедет прикольно как раз таки эта модель харьковская окраска до краска харьковская так все это вдох ой на f3 я ничего нажал на их 3 да мне ничего не взять на f3 до открываем дверь и ждем когда все люди сядут кстати на на стрелках но конечно очень аккуратно небольшие действия то они как они вообще делали эту карту что она получилась такой нормальная карта не чисто за исключением этих что же что что-то вагоны слетает средства блин с довольно небольшой скоростью не я конечно я в шоке блин честно я оборачиваю да просто идеально сделан рельс да нормально я ща и еду еду мне кажется эта карта на ней если к чему она научит машиниста это к аккуратности если же не за то что тут на этой карте иногда слетают локомотивы точнее вагончики это я наверно приблизился уже станции а тут кстати какой-то ёж шо ли едет ездит тут он составлен а теперь же я прибыл к станции вокзальная и теперь иди только какие-то я стою короче смотри как сейчас мы сделаем сейчас вот короче вот на этой карте сейчас вот я доезжай короче вот до конца да и тогда заканчиваем а чё мы в обратную сторону не поймем не то что во первых смысла нет во вторых ролик затянется на очень долго и в итоге в итоге шо ну таки будь не так уж и продуктивные интересные все мы будем ехать на на более дальние именно как бы сказать туда-обратно лучше на стримах или же когда на канале будет но будет побольше подписчиков например когда будет 100 подписчиков на канале да ребят поэтому ребят вам не сложно нам очень приятно да поэтому от вас естественно и подписка но комментарии тоже ваше дело принципе и конечно лайк но тоже ваше дело принципе но это будет очень приятно мне именно тоже когда вы ставите лайки а это мне дает мотивацию лет лет ну для того что вы делаете ролики хотя в принципе я в оборот на тупик это особо то есть заезжать не буду или надо заезжать а тут получается на наоборот на тупике то только один ток тупик и все поэтому ребят поэтому мы сейчас я уже короче до этого до тупика и на этом мы заканчиваем потому что ну сейчас пока смысла нету делать но такие длинные серии серийки и все как будет вас там ну побольше тогда уж и будут стараться стримы там ну можно даже сказать стримчик первые самые сделают это все на канале даже может быть с владом сделаю с владом было выкруто но для этого надо ставить лайк на поэтому поэтому от вас в лайкос ребят и все и тогда тогда вот все вот ваших руках будет вам не согласна вам приятно да еще там не получается этот в из-за 3 до так все и я доезжаю получается вот и все как тут тупик и странно блехать и знаешь что можно был конечно вот с тобой двоем заехать в эти тупики а я щас заеду у нас 7 ну ладно и потом а я реверс не врубил походу нет поэтому ребят все я доехал до конца поэтому всем спасибо что вы посмотрели данный ролик естественно с вами был влад и я конор поэтому все ссылки там в описании не забывайте лайки и подписки все такое короче поэтому всем пока пока удачи а 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 Субтитры сделал DimaTorzok